Итак, друзья, у меня китайский робот-пылесос, и никак его не перепрошить на русский язык, к сожалению, в настройках не показывается его токен, который необходим. Ну, по крайней мере, токен-то, может быть, и можно узнать, но в информации о сети нет информации о токене, и как ее узнать, неизвестно, и только если вы знаете токен, можно перепрошить. Вот у меня нет токена, вот информация о сети, видите, в конце нет токена, вот здесь вот токен, IP, MAC, и потом должен идти токен, но его нет. И сейчас я покажу, по крайней мере, как его можно перепрошить, исходя из настроек, значит, самого пылесоса, значит, что надо сделать, вот я, как видите, зашел, соответственно, далее настройки пылесоса, ну вот, пакет голосовых услуг, он обновляется, и там будет на английском языке. Ну, все-таки, английский язык нам чуть-чуть поближе, чем китайский, китайский выучить вообще невозможно, тогда как английский, в общем-то, понятен, я думаю, многим. И вот, если внизу, вниз про мотаем, да, то здесь, ну, во-первых, можно послушать. Вот, видите, ну, по крайней мере, английский язык все-таки лучше, чем китайский. Нажимаем использовать, и, соответственно, сейчас перепрошьем наш робот вот только вот так. Пускай уж будет он лучше на английском языке, чем, согласитесь, да, то есть, становится сразу же понятно. Я думаю, что такие простые фразы на английском можно и перевести, и выучить, да, тогда как китайский выучить, понять, найти, перевести, я думаю, что очень-очень-очень проблематично и сложно. Ну, что ж, пускай будет хотя бы китайский, хоть так, и то хорошо, уже будет хорошо, будет отлично. Так, вот, после было сообщение, то, что установлен он уже, да, то есть, просто нажали на кнопку, и теперь все установлено. То есть, я точно не знаю, сейчас я просто проверю, ну, давайте уборка, допустим. Да, все, он теперь говорит, приостановка, приостановить, да, ну вот, ну и отправим на док-станк. Ну, все понятно, back to the dock, обратно в док, уже лучше, согласитесь, да, уже ближе, по крайней мере, лично я все пока, у меня не особо хороший язык английский, да, но я, в общем-то, понял, что говорит этот пылесос. Ну, а потом, я думаю, что можно все-таки будет покопаться, каким-то образом, там, получить этот токен и перепрошить уже и на русский язык и так далее, и тому подобное. Charging, видите? То есть, давайте сейчас откроем, посмотрим. Вот. Теперь я знаю, как называется коробка для мусора, вот этот мусороприемник. Даспинт, отлично. Изучаю английский язык, ребята, изучаю. Ну, а видите, можно вот так, конечно, нажать. Ну, и обратно. Да, все. Ну, вот так вот, по крайней мере, я думаю, если он будет говорить, что док-станция отключена, да, ну, вот, допустим, вот сейчас, давайте сейчас я отключу док-станцию, что он скажет. Ну-ка. Теперь. Теперь. Странно, почему он не говорит, что док-станция отключена. Немного странно, но это, возможно, просто ошибка. Это, возможно, просто ошибка какая-то. Ну, все-таки, ладно, я его подсоединил. Черт с ним. Раз так, пускай. Ну, уже лучше, друзья. О-о-о, что-то там он начал отключить. Ладно, сейчас он, я думаю, подсоединиться. Видите, он отъехал подальше. Кстати, я уже понял, откуда у него выдувает. Именно не отсюда, а именно отсюда прям воздух выдувает. Не оттуда, а прямо отсюда. Ну, надо же. Теперь буду знать, откуда же выдувается воздух. Ну, вот, теперь-то, я думаю, нормально. Щелк, давай друг вовсе. Ну, вот, собственно, друзья, и все. Английский язык лучше, чем китайский. Я думаю, что вы со мной согласитесь.